Что делать при отравлении, обморожении, ожогах, кровотечениях и переломах? Участники слета «Юность Динамо. Будущее России» пробуют оказывать первую медицинскую помощь. Комплексу реанимационных мероприятий мальчишек и девчонок учит руководитель делегации из Лепестка области Наталья Карташова. Попадая в такие жизненно сложные ситуации, в аварии или прочее, мы не вспомним таблицу умножения, а мы как раз должны научить детей и взрослых владеть навыками оказания первой помощи, чтобы мы смогли спасти жизнь свою, своих близких, людей, потому что самое дорогое на свете – это наша жизнь. При оказании первой медицинской помощи главное – это помнить о собственной безопасности, говорит Наталья Карташова. Что делать, если человек потерял сознание? Вначале нужно убедиться в собственной безопасности, проверить, дышит ли человек, правильно перевернуть его на бок и вызвать скорую помощь. Девушка, что с вами? Девушка, ты классный такой? Дышит. Все, молодой человек, вызовите скорую помощь. После лекционной части мальчишки и девчонки пытаются сами оказать первую медицинскую помощь. Чтобы укрепить полученные знания, каждый отряд решает тест. На какие вопросы отвечали в тесте? Как нужно вести себя при ДТП? Что можно делать при первой помощи и что нельзя делать? То есть, что могут делать врачи? Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Очень интересно, познавательно. Да. На мне показывали, и я думаю, что в дальнейшем мне это пригодится. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок